Салют, Врумикс! Ребят, ща мы будем смотреть очень интересные видео. Вы знаете, что на Евровидении 2021 победила итальянская рок-группа. Но самое интересное не их победа и даже не их песня, а то, что солист этой рок-группы на одном из заседаний очень низко вот так наклонился к столу, вот так вот прям. И что-то за неплохо. Но сам этот человек говорит, что не-не-не, я ничего подобного не делал, это всего лишь разбитый стакан. Такое? Скажите мне, какого хрена разбитый стакан и наркотики? Ты, сука, нюхал наркотики? Ты же не разбил стакан и не внюхивал осколки? Ну это же абсурд. В общем, давай смотреть видос, где он это делает, а потом как красиво он оправдывает. То есть я при этом просмотр... Я очень рада, что ты здесь, я очень рада, что ты здесь, я очень рада. Во, во, что ты, блядь, стакан что ли берешь? Не, ну вы видели это? Так, еще раз смотрим. Внимательно, мы должны увидеть разбитый стакан. Так, вот, сарец, он наклоняется. Что он делает? Почему у него легкие двигаются? Вы посмотрите, сжимаются. Где он стаканом разбирается? Что ты с везешь? Так, теперь его оправдание. Теперь мы посмотрим конференцию, на котором журналисты задают вопросы. И самый интересный и каверзный вопрос, конечно же, солисту, который был заподозрен в вынюхивании наркотического вещества и наркотики на зло. Запомните это. Давайте смотреть. Поздравляю, Италия, я должен спросить об эпизоде, который был во время трансляции. Когда вас везет на заднем плане, склонившимся на стол, и кажется, что вы нюхаете, в интернете люди предполагают, что вы принимаете кокаин. Что это было? Классный бизнес. Томас разбил бокал. Да, Томас разбил бокал. Я не употребляю наркотики, пожалуйста, ребята, не говорите тогда. Ты, сука, вы гадёшь, как наркоманище. Вы посмотрите, чувак, рок-н-ролли. Ну, хали мы наркоман. Пожалуйста, не говорите так, правда. Сука. Нет, какая-то, пожалуйста, не говорите. Блин, вы себя с борделя достали, дядька. Ты занюханный, сука, неделю нюхал. Да, правда, давайте придерживаться вопросов об исполнителе и музыке этой ночью. А, ну, слушайте, правда такова, что чувак вылитый нарик. Но, опять же, это мое субъективное осуждение. Выводы вы делаете сами, но задуматься об этом стоит. Всем спасибо за просмотр, а с вами был Румикс.